Задания госорганы по усовершенствованию законодательства несли изменения более 4 законодательных акта, 5 постановлений правительства, 3 внутриведомственных приказа, которые в свою очередь уточняют, упрощают, четко рекламентируют те или иные процедуры, которые в процессе анализа всех нормативно-правовых актов полагаем, что они также влияют на этот рейтинг. То есть законодательное нормотворчество идет, и в то же время проводятся круглые столы, встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, где дается разъяснение всем о тех мерах, которые принимаются государственными органами. Кроме того, что, как я сказала, что есть совершенствование нормативно-правовой базы, есть также, конечно, и другие методы, механизмы упрощения внешнеэкономической деятельности. Так, рекомендация Европейской экономической комиссии ООН по внедрению единого одного окна в целях упрощения проведения торговых процедур. Что это значит вообще, единое одно окно? Это система, при которой участники внешнеэкономической деятельности могут предоставить необходимую информацию для государственных органов в одном месте, в одном формате и один раз. То есть само по себе видно, что единое окно – это один из таких механизмов упрощения введения внешнеэкономической деятельности. И в настоящее время правительство дало поручение государственным органам рассмотреть возможность внедрения единого экономического окна для проведения экспортно-импортных операций. В данном направлении, насколько создана рабочая группа при комитете таможенного контроля, в котором вошли также все государственные органы и проанализировали все бизнес-процессы, которые включают внешнеэкономические операции, всего около 34 бизнес-процессов. И проведен анализ возможности интеграции информационных систем при внедрении единого окна. Когда эта система начнет работать, сколько уйдет на подготовительную работу? Ну, точное время, как бы сказать, сложно, но мне так кажется, что самое главное здесь – интеграция информационных систем, насколько каждый кусорган готов к внедрению в данную систему и как она будет интегрироваться в целом. То есть, если с учетом международной практики взять, то единое окно – это что? Участник внешнеэкономической деятельности. Он через интернет захотел завозить какой-то товар, заходит, консультируется, набирает свое название этого товара, и ему выдает полностью информационная система, какие документы разрешительно необходимы для его ввоза или вывоза из Республики Казахстан. В то же время заполняется, например, документ в едином формате, заявка так называемая, который уходит в те гокус-органы, которые участвуют в процессе ввоза или вывоза данных товаров. И получаются разрешительные документы, и в то же время эти все данные по выдаче разрешительных документов, они уже должны находиться в базе данных, передаваться таможенным органам. И при таможенном оформлении, при таможенном оформлении, участник внешнеэкономической деятельности, он может предоставить в электронном виде декларацию, а уже все документы, которые необходимы, не обязательно его предоставить, потому что все это будет в базе данных. В то же время другие гокус-органы, которые также осуществляют контроль за ввозом и вывозом для статистических данных, для полностью учета, они точно так же имеют данные, как только таможенное оформление произведено, то таможенные органы автоматически, база данных переходит в те гокус-органы, которые контролируют тот или иной товар, например, лекарственные средства или пестициды и тому подобное. То есть это взаимодействие государственных органов, систем взаимодействия. И поэтому какое время внедрения, это будет зависеть от оснащения, от технического обеспечения информационных технологий в целом. Получается, сейчас затруднение происходило только из-за бюрократических проволочек? Нет, так нельзя сказать, потому что однозначно так говорить, конечно, сегодня не стоит, потому что государственные органы принимают меры. Например, в 2005 году было внедрено центры оформления, так называемые центры таможенного оформления, ЦТО. То есть на то время, в 2005 году, это тоже был большой шаг в совершенствовании таможенного законодательства, в совершенствовании таможенных процедур. Но просто практика показывает, что можно идти дальше. Таможенные органы оснащаются, другие гокус-органы тоже информационным обеспечением идут вперед и не говорят о том, что о бюрократическом аппарате. А здесь просто идет целенаправленное, постепенное, поэтапное внедрение тех форм, которые сейчас необходимы. И в то же время, это исследование Всемирного банка показывает, что есть большие возможности Казахстана поднять свой рейтинг. И в принципе, Казахстан, правительство Казахстана идет в этом плане. И не только в этом плане, чтобы поднять рейтинг, а в целом улучшить бизнес-среду ведения бизнеса в Казахстане. Вот кроме электронного окна, что еще можно предпринимать и что будет предприниматься для ускоренного получения бизнесменами разрешительных актов? Ну, хотелось бы отметить, что даже вот вопросы, как я уже ранее говорила, по совершенствованию законодательства. Что не говоришь, что в первую очередь, конечно, должно быть четкие, ясные законы, прозрачные, которые бизнесмен мог спокойно читать и понимать, что в них написано. Второе, это упрощенные процедуры выдачи этих документов. И третье, конечно, опять я повторюсь, это опять-таки изо дня в день встреча с бизнесменами, разъяснение их прав, обязанностей, как они это могут получить. Потому что в любом случае, когда анализируешь исследование донбизнеса, очень много говорит о том, что наши респонденты, они не знают тех новшеств, которые уже осуществлены в Казахстане. И по старому отмечают, что документы эти нужны. На самом деле, очень многие документы, которые есть в перечне донбизнеса, они используются в деловом обороте во всем мире, во всех странах. Но те респонденты тех стран, они их не показывают, потому что для получения этих документов у них не затрагивается очень много времени. И поэтому они не отмечают, что они нужны, эти документы. На самом деле, насколько мы знаем, эти документы есть, они существуют. Просто их надо постоянно, должна быть диалоговая площадка, бизнес, госорганы. И как бы наш проект этому помогает, чтобы более была осведомленность среди бизнеса. Какого эффекта Вы ожидаете от предпринимаемых мер? Ну, от предпринимаемых мер, в первую очередь, это, конечно же, улучшение ведения международной торговли в Казахстане, сокращение времени. Это, как бы, сокращение времени проведения, а также в целом, чтобы в республике Казахстан ведение бизнеса было легким и прозрачным. Спасибо Вам большое, Ирина. Мы очень надеемся видеть Вас уже на следующий год, когда наш рейтинг будет уже в тридцатке лучше. Спасибо. Спасибо Вам большое. Сегодня в нашей студии мы говорили с экспертом по таможенным вопросам регионального проекта ЮСАИД по либерализации торговли и таможенной реформе Ириной Ансаровой. Всего Вам доброго. До свидания. Продолжение следует...